Королева-Волчица. Книга первая. Вагин Джард. Записанным бодрецом первого столетия третьей эры Монтакаи. Третья эра, шестьдесят третий год. В осеннюю пору года принц Пелагиус, сын принца Уриэля, который приходился сыном императрицы Кентири, племянница великого императора Тайбера Септима, пришел в город государства Камлорн, что в Хайроке, дабы посвататься к дочери короля Вульстеда. Имя ее было Квинтила. Прелестнейшая из венциносных дочерей Тамриэля, она обладала всеми женскими добродетелями и была к тому же искусной волшебницей. Пелагиус к тому времени был уж одиннадцать лет вдовцом и имел юного сына по имени Антиохус. Прибыв ко двору, Пелагиус узнал, что городу угрожает демон Вервольф. Вместо сватовства и ухаживаний, Пелагиус и Квинтила отправились спасать королевство. Его мечом и ее чародейским искусством чудовище было повержено. Мистическими силами Квинтила сковала душу монстра, переселив ее в драгоценный камень. Позже Пелагиус приказал ювелиру вставить этот камень в кольцо и женился на своей возлюбленной. Но говорят, что душа ужасного волка оставалась в заточении только до рождения их первого ребенка. Третья эра, восьмидесятый год. Посол из Солитюда прибыл, ваше величество, прошептал камер Гербальвус. В обедный час, пробормотал император, скажи, чтобы подождал. Нет, отец, очень важно принять его. Вставая, произнес Пелагиус. Вы не можете заставлять его ждать, коли собираетесь сообщить печальные новости. Это против правил дипломатии. В таком случае не оставляй нас, ты ведь более сведущий дипломатией, нежели я. Нам пригодится присутствие всех членов семьи. Добавил император Уриэль II, внезапно осознав, как мало людей собралось за обеденным столом на этот раз. А где твоя мать? Спит с первосвященником Кенарет. Так должен был сказать Пелагиус. Но, как его отец верно заметил, он был очень дипломатичным, и поэтому он лишь кратко заметил. На молитве. А твои сестра и брат? Амель в Вестхолде встречается с Архимагистром Магической Гильдии. А Голлана, хоть, конечно, мы не и станем сообщать об этом послу, готовится к свадьбе с герцогом Нарсиса. И поскольку посол ожидает, что она выйдет замуж за его повелителя, короля Солитюда, мы сообщим, что она на водах, пытается излечить внезапно появившиеся множественные гнойные нарывы по всему телу. Думаю, если вы расскажете ему это, он не станет чересчур настаивать на женитьбе, хоть она и сулит им политические выгоды. Пелагеус ухмыльнулся. Вы же знаете, как нордов тешний от болячек на теле женщина. Но разрази меня гром, я чувствую, что мне необходимо присутствие семьи, ведь иначе я буду выглядеть, как старый дурень, презираемый своими дорогими и близкими. В раздражении заворчал император, втайне подозревающий, что это действительно так. А как насчет твоей жены? Где она и внуки? Квинтила нянчится с Серофусом и Магнусом. Антиохус, скорее всего, распутничает в городе. Понятия не имею, где по теме. Должно быть на занятиях. Я думал, вы не очень любите, когда вас окружают детьми. Нет, люблю. Но только когда встречаюсь с послами в зале для приемов. Они придают встрече атмосферу семейности и чистоты, вздохнул император и обратился к Бальвусу. Ох, ну давайте, вводите вашего проклятого посла. Потема скучала. В имперской провинции царила зима. Дождливое время и улицы с садами были буквально затоплены водой. Она не могла припомнить хотя бы один недождливый день. Прошли ли дни, или недели, или даже месяцы с тех пор, как она видела солнечный свет. В мерцающем свете дворцовых факелов не существовало времени. И пока по темы шла отделанными мрамором и простым камнем-залами, прислушиваясь к шуму проливенного ливня, она не могла думать ни о чем, кроме своей собственной скуки. Астеф, ее учитель, должно быть, ищет ее. Обыкновенно она не чуждалась с занятий. Механическое зазубривание всегда давалось ей просто. Пока она шла по пустому бальному залу, она проверяла себя. Падение Арсениума. Первая эра, 980 год. Тамрильские хроники, автор, хозяй. Дата рождения Тайбера Септима, 2-я эра, 288 год. Правящий король Даггерфула, Мортин, сын Готлера. А Сильвинара, Варбарент, сын Варбарила. Главный полководец Лилмата? Непростой вопрос. Это дама. Зовут Иоя. Что если я буду вести себя как положено? Не буду попадать в неправедности, и мой учитель будет считать меня прекрасной ученицей. Мать и отец вряд ли сдержат обещания и купят мне доедрическую катану. В личное пользование и скажут, что, во-первых, они такого обещания не помнят, а во-вторых, это слишком дорого и опасно для девушки моего возраста. Из приемного покоя императора доносились какие-то голоса. Отец, дед и человек со странным акцентом. Похоже, северянин. Потема вынула расшатанный камень за гобеленом и прислушалась. Позвольте говорить откровенно, ваше императорское величество. Донесся голос северянина. Мой повелитель, король Солидюда, вовсе не был бы обеспокоен, даже если бы принцесса Галлана выглядела как орчиха. Он хочет заключить союз с императорской фамилией, и вы согласились отдать ему Галлану. Иначе вы будете вынуждены вернуть те несколько миллионов золотом, что он предоставил вам на подавление Каджитского восстания в Торвале. Вы поклились честью выполнить этот договор. Я не припоминаю подобного договора. Голос ее отца был тверд. А вы, сир? Раздалось неразборчивое вершливое покряхтывание, по которому Потема узнала своего деда, постарелого императора. — Что ж, наверное, придется пройти в зал записи, коли уж моя память так подводит меня. Голос Северянина был исполнен сарказма. — Я ясно помню вашу печать, нанесенную на договор прямо перед тем, как он был спрятан под замок. Но, воистину, я не застрахован от ошибок. — Мы пошлем Пажа в зал за договором, на который вы ссылаетесь. — ответил голос ее отца, жесткий и холодный, как всегда бывало перед нарушением обещания. О, эти интонации по теме были прекрасно известны. Она поставила на место расшатанный камень и поспешила в больный зал. Она знала, как медленно передвигаются Пажи, исполняющие приказы немощного императора. Она могла добраться до зала записей за минуту. Конечно же, массивная дверь черного дерева была заперта. Но она знала, что делать. Год назад она застала одну из горничных своей матери за кражей драгоценностей и, в обмен на молчание, принудила босс Мерку научить ее вскрывать замки. Потем она вытащила из броши с красным бриллиантом две булавки и вставила первую в один из замков, стараясь удерживать кисть от дрожи. Одновременно она лихорадочно припоминала расположение прорезей и стопоров внутри механизма замка. У каждого замка есть свое строение. Замок в кухонной кладовой. Шесть свободных стопоров, седьмой не проворачивается. И еще есть контрвинт. Она открыла его просто ради развлечения. Но если бы она хотела кого-нибудь отравить, при этой мысли она всегда внутренне улыбалась, все домашние уже отправились бы на кладбище. Замок в тайнике ее брата Антиохуса, содержащим коллекцию коржитской порнографической живописи. Два свободных стопора и жалкая отравленная игла, обездвиживаемая легким нажатием на противовес. Но это была хорошая добыча. Странно, но Антиохус, признанный бесстыдник, оказался чувствителен к шантажу. Однако ей было всего лишь двенадцать, и извращения кашколюдей и сиродейцев казались чем-то академически отстраненным. Антиохус был вынужден подарить ей бриллиантовую брошь, которую она припрятала. Ее никогда не могли поймать. Даже когда она вторглась в покой Архимага и украла его самую старинную книгу заклинаний. Даже когда она вторглась в гостевые покои, отведенные королю Гилланы, и стащила его корону. Как раз в утро, перед официальной церемонией приветствия. Так легко оказалось досаждать своей семье этими мелкими гадостями. Но в этом случае речь шла о документе, который хотелось видеть императору. Такая важная встреча. Она обязана была получить его. Первой. Однако именно этот замок оказался сложнейшим из тех, что она когда-либо открывала. Снова и снова она пыталась поддеть стопоры, осторожно отстраняя двухконечную скобу, мешавшую проткнуть булавки поглубже, постукивая по противовесу. У нее ушло почти полминуты, чтобы взломать замок в зал записей, где хранились древние свитки. Документы были разложены и маркированы в строгом порядке с учетом года, провинции и королевства. Ипотема быстро отыскала договор о помолке между Гуриэлем Септимом II, благоговением богов императором Сердельской империи Тамриэля и его дочерью-принцессой Голаной с одной стороны, и его величеством, королем Солитюда Монтиарко. Она схватила добычу и выскочила из зала, надежно заперев дверь еще до того, как показался паже. В больном зале она вновь вынула неверный камень и прислушивалась к разговору внутри. Несколько минут трое мужчин, северянин, император и ее отец просто болтали о погоде, о каких-то скучнейших дипломатических тонкостях. Затем послышались шаги и молодой голос. Голос пажа. Ваше императорское величество, я смотрел зал записи и не смог отыскать документ, который вы приказали принести. — Вот, вы же видите, — тонесся голос отца Патема. — Я говорил вам, что его не существует. — Но я видел его лично. Голос Норда дрожал от ярости. — Я был там, когда вы и мой повелитель подписывали его. Я там был. — Я надеюсь, вы не подвергаете сомнению слова моего отца и полновластного владыки Тамриэля, тем более теперь, когда имеются доказательства того, что вы ошиблись. Низкий голос Пелагеуса тоже не предвещал доброго. — Нет, конечно же, — внезапно одумавшись, заметил северянин. — Однако что же мне сказать королю? Он не войдет в родство с императорской семьей, золота он тоже не получит и договора не существует, хоть мы и были уверены в обратном? — Мы не хотим создавать напряженности между королем Соли Тюда и нами, — донесся голос императора, все еще слабый, но достаточно ясный. — Что если мы предложим королю Мантиакру нашу внучку? Потема вдруг ясно ощутила холод, исходящий от стены. — Принцесса Потема? — Не слишком ли молода она? — осведомился северянин. — Она уже достигла тринадцати, — заметил ее отец. — Выходят замуж и раньше, чем она. — Полагаю, она будет идеальной парой для вашего короля, — сказал император. — Общеизвестно, да и я так сам думаю, что она невинна и застенчива, но я уверен, она быстро познает все тонкости двора. В конце концов, она принадлежит к роду Септимов, и из нее выйдет прекрасная королева Соли Тюда, не сногсшибательная красавица, но высокородна. — Степень родства у внучки менее значительна, чем у дочери, — убитым голосом заметил Норд. — Но у нас нет путей и возможностей отклонить ваше предложение. Я пошлю моему королю донесение. — Мы дозволяем вам покинуть нас, — сказал император. Потема услышала, как северянин покинул комнату. Из глаз Потемы струились слезы. Она знала, кто правит Солитюда. Из своих учебников. Монтиарг. Толстяк 62 лет. И еще она знала, где находится Солитюд. Как холодно там, в этом сердце северных ветров. Ее отец и дед были готовы сослать ее на север, к варварам. Из комнаты продолжали доноситься голоса. Молодец, мальчик. Теперь ты должен спалить дотла этот документ, — сказал ее отец. Мой принц, — произнес дрожащий голос Пажа. Дубина! Конечно же, я говорю о договоре между императором и королем Солитюда. Мы же не хотим, чтобы стало известно о его существовании. Мой принц, я сказал правду. В зале записи я не смог найти документ. Похоже, он потерян. Во имя Лархана! Закричал отец. Почему в этом месте все всегда теряется? Иди в зал и ищи эту бумажку, пока не разыщешь. Потема посмотрела на документ. Миллионы золотом обещаны королю Солитюда в том случае, если он не женится на тетушке Галане. Она могла отнести этот документ отцу, и в награду он отменит ее помолвку с Монтиарга. Или нет. Можно шантажировать отца или императора и получить некоторую сумму денег. Или, быть может, пустить его в дело, когда она станет королевой Солитюда, и тогда можно будет получить при его помощи многое. Больше, чем при помощи доедрической катаны. Потема вдруг поняла, что у нее много возможностей. И еще, что скука отступает.